Доброе утро, друзья. На днях в стенах Югорского государственного университета прошла викторина, посвященная проблемам мошенничества. Студенты юридического института демонстрировали свои знания сотрудникам Управления Министерства внутренних дел России по Югре. Подробнее об этом мини-экзамене поговорим с директором юридического института Станиславом Васильевичем Розенко. Доброе утро. Доброе утро. Давайте начнем с того, какие вопросы обсуждались на викторине и как справились студенты. В прошлую пятницу, 6 апреля, совместно с Управлением внутренних дел Хантамансийского автономного округа и Юридическим институтом Югорского государственного университета, была проведена викторина для студентов третьего курса, которые были разделены на две команды. И каждая из команд отвечала на три задания. Первое задание это были тесты на знание законодательства. Второе задание состояло из трех задач, которые должны были решить студенты. Это было связано с квалификацией содеянного, умением разбираться как в нормах уголовного права, так и административного законодательства. А третье задание это было решение вопроса, какие следственные действия возможно предпринять в случае совершения различных мошенничеств. А обмануть друг друга они не пытались? Ну, скажем так, одна сторона вставала на сторону мошенников, а другие думали, как они. Ну, в данном случае викторину они проходили без помощи сотовых телефонов. У них был необходимый законодательный материал. И в этом случае самое важное соблюдалось, это, конечно же, соревновательность. Должен был победить лучший. То есть никто не мошенничал, это точно? А зачем? Скажите, а вот на сегодняшний день, насколько распространено вообще мошенничество в России и в Югре в частности? Ну, в настоящее время мошенничество является достаточно актуальной проблемой для Российской Федерации и для Ханты-Мансийского автономного округа. Ну, это объясняется целым рядом объективных обстоятельств. По сравнению с прошлым веком жизнь у нас существенно поменялась, поскольку развитые информационные технологии, сотовый телефон стал доступен фактически каждому. Ну и, соответственно, всегда имеются лица, которые со своим корыстным интересом пытаются извлечь чужие денежные средства. Ну и на текущий момент способы могут быть самыми разнообразными. Ну, во-первых, можно совершать хищение денежных средств с банковских карточек. То есть, отзваниваются потерпевшему, сообщают, что его банковская карточка заблокирована, либо приходит СМС-ка. Представляются сотрудниками службы безопасности, сообщают, что человеку нужно подойти к банкомату, разблокировать. Чем быстрее он это сделает, тем лучше. И человек под диктовку вводит необходимые цифры, чтобы денежные средства списались на нужный счет другого лица. Либо уже, так сказать, проверенный способ, когда пожилым людям, либо, прежде всего, женщинам, дозваниваются неуверенным в ночное или позднее время, вечернее или утреннее. Подростки, которые тихим, слабым голосом сообщают о том, что нужно помочь, что случилась беда, что ДТП, либо стал свидетелем преступления, либо несправедливо обвиняют. И в этом случае люди просто теряют в обстоятельствах, и это действует на руку мошенника. То есть мошенники играют на обычных людских слабостях, да, так сказать? Я думаю, что они, наверное, неплохие психологи, да, раз они не манипулировали? Да, тут есть хорошее сочетание нескольких моментов. Наиболее грамотные действуют прежде всего в команде, где есть распределение ролей. Так это ОПГ получается? Ну, не скорее организованная преступная группа, а скорее сформировавшиеся сообщества, которые знают хорошую криминальную схему, которую можно отработать, и можно получить неплохие денежные средства. Станислав Васильевич, а вот скажите, пожалуйста, как доказать факт мошенничества, и что делать, если стал жертвой мошенника? Ну, в данном случае самое главное представляется, это если человек предупрежден, значит он прежде всего должен действовать грамотно, осознанно, не теряться. В том случае, если все-таки, к сожалению, факт мошенничества состоялся, необходимо обращаться в правоохранительные органы. Но здесь многое зависит от конкретных обстоятельств дела, поскольку, если, например, мы имеем дело с ситуацией, когда продается туристическая путевка, одновременно организуется займ на льготных условиях, а потом человек вдруг осознает, что фактически-то он заплатил гораздо больше, чем следует. Здесь, конечно же, надо людям объяснять, что когда они подписывают ту или иную анкету, где фактически человек сам подтверждает достоверность совершенной сделки, и когда среди десятка пунктов имеется тот, что все совершено добровольно, а по сути мы имеем дело с введением человека в заблуждение, вот здесь гораздо, конечно же, сложнее, поскольку это уже регулируется не нормами уголовного права, а права гражданского. — Станислав Васильевич, а еще такой последний вопрос. Люди должны предупреждать о каких-то вот таких мелких пунктах, которые есть в договоре, или они могут просто вам дать бумажку, сказать, ну подписывайте, а тут прочитал ты, не прочитал, сам виноват. — Вот здесь, думается, человеку надо проявлять необходимую внимательность и предусмотрительность, поскольку в таких случаях обычно создается атмосфера доброжелательства, некой торопливости, что человек, чувствуя эмпатию, становится более доверчивым и подписывает зачастую отдельные пункты, не прочитав их. То есть по строчке, одно за другим, одно за другим, одно за другим. А потом, через некоторое время, к сожалению, все становится явным. — Ну лично вы, Станислав Васильевич, всегда внимательно читаете бумаги все? — Ну по-разному бывает. Ну применительно к мошенничеству самое важное, это, конечно же, предупредить человека, что не бывает тех ситуаций, когда какие-то материальные блага вдруг становятся в том или ином объеме доступными для человека. Ну и здесь, конечно же, следует помнить, что прекрасным образцом мошенничества у нас является мошенника, является образ состапа Бендера. И вот здесь, конечно же, самое главное, чтобы человек знал, с чем он может столкнуться. — Благодарим вас, Станислав Васильевич. Так что, дорогие друзья, будьте бдительны, читайте классику и не попадайтесь на уловки предприимчивых жуликов. Увидимся с вами через несколько минут. — Спасибо. — Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»